Всем привет! Это канал Effect Prism. Здесь я буду выкладывать короткие видео уроки о том, как создавать эффекты в программе DaVinci Resolve. И сегодня я хочу показать вам, как сделать вот такой вот текст. Ну что же, давайте начнем! Итак, добавляем заготовленное видео на таймлайн. Смотрим, чтобы Playhead был у нас напротив видео. И переходим во вкладку Fusion. Для начала давайте добавим текст. Берем ноду Text Plus и что-нибудь в ней пишем. Например, Fusion. Так, давайте отобразим ее в левом вьювере, нажав клавишу 1, либо же левую точку под самой нодой. Давайте выберем шрифт. Мне нравится вот такой. Вы можете выбрать тот, который нравится вам. И увеличим немного размер. Теперь добавим ноду Displace. Нажимаем Shift-пробел. В поиске пишем Displace. И добавляем ее в рабочую область. Теперь отключаем наше исходное видео от ноды MediaOut и подключаем в желтый вход ноды Displace. А текст подключаем в зеленый вход ноды Displace. Итак, а выход подключаем к ноде MediaOut. Итак, теперь для того, чтобы наш текст было хорошо видно, нам нужно настроить несколько параметров в ноде Displace. Но перед этим давайте перейдем в 60-й кадр. Здесь у нас будет начало нашего плавного проявления текста. Сейчас его уже немножко видно, но это не то, что нам нужно. Поэтому давайте для начала поставим параметр RefractionStrand на ровно 0. Итак, а теперь проставим ключи там, в тех параметрах, которые мы планируем анимировать. Анимировать мы будем RefractionStrand, LightPower, LightAngle и Spread. Сейчас давайте... Пусть наша анимация будет длиться 40 кадров. Поэтому переходим в 100-й кадр и меняем параметры так, чтобы наш текст был виден лучше. Давайте увеличим значение параметра RefractionStrand. Этот параметр зуммирует фоновое изображение в рамках текста. Вот так он работает, можете видеть. Подстройте так, чтобы текст было лучше видно. В моем случае примерно вот такое значение я оставлю. Текст пока, возможно, не читается лучшим образом. Но мы сейчас все донастроим. Теперь давайте поменяем параметр Spread. Он добавляет такие мягкие искажения, как будто смотришь на что-то сквозь воду. Сильно высоким его не делайте, потому что тогда наша надпись вообще просто сольется. Я оставлю его примерно в районе значения 0.5. Сейчас, как видите, надпись стала как будто бы объемной. И для того, чтобы она была видна еще лучше, давайте ее подсветим с помощью параметра Light Power. Он добавляет падающий свет на выпуклую надпись. Получается примерно вот так. Поставьте опять же так, чтобы у вас просто было лучше видно. В моем случае пусть будет вот такое значение. И параметром Light Angle мы можем менять угол падения этого света. Вот так он меняется. Мне нравится вот примерно такое положение. Вот в принципе и все. В этом кадре у нас конец анимации. Текст будет выглядеть так. Давайте перейдем в начало видео для того, чтобы просмотреть, что у нас получилось. В принципе достаточно неплохо. Но давайте сделаем так, чтобы анимация была не резкой, а мягкой. То есть в начале анимации ее скорость плавно увеличивалась, а в конце очень плавно замедлялась. Для этого открываем Spline Editor. Делаем так, чтобы отображались все параметры, которые мы меняли. Первые и последние ключевые кадры у них у всех одинаковые, поэтому можно отобразить все и нажать кнопку Zoom to Fit. И так мы одновременно увидим все параметры, которые менялись. Теперь давайте выделим все ключевые точки и нажмем либо клавишу S на клавиатуре, либо вот эту кнопку Smooth внизу Spline. Таким образом у нас все ключевые точки сгладились. Spline можно закрыть, он нам больше не нужен. Давайте перейдем опять в начало нашего видео и проиграем полную анимацию. Ну что же, как по мне выглядит неплохо, а потратили мы всего 2 минуты. Надеюсь вам понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok